И всем привет, ребят! С вами Сэрбайк, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посовещен обзору нового устройства, которое я получил с мини-игры. Сегодня мы сделаем на него обзорчик. Обзорчик на, можно так сказать, вакуумные снаряды, называются они. Разрывная лента, это вулкан, который дает возможность как раз-таки сплэша. Итак, скатаем на Крусейдера вулкане, вот на такой вот интересной комбинации. Опробуем это новое устройство, я на нем еще не играл, поэтому будет очень интересно посмотреть, что у нас из этого всего получится. Ну а вы, если ждали этот видеоролик, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1, ой, 1 говорю, на 3 миллиона кристаллов и на 20 тысяч танкойнов. Для этого в настройках игры в аккаунтик установите ему личный такток ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Даже я, ребяшки, если честно, подумал и думаю, что лучше мы сыграем на рейсе, возьмем под это все дело Гипериона, ну и выкатим эту замечательную торпеду в каком же режиме лучше? В каком же лучше режиме? А давайте мы просто в спецрежим пойдем, а давайте мы просто пойдем в спецрежим и в спецрежиме рассмотрим эту комбинацию. Мне вот кажется, что в спецрежиме можно очень неплохо подраздать на этом вулкане, заодно на голдах будет, ребяточки, кучковаться. Ну и посмотрим, насколько вкусный будет сплэш, да, потому что все-таки сплэш-урон у этого устройства это самая важная вещь, которая должна быть. Плюс добавка урончика, ну и посмотрим на всю эту реализацию и эффективность. Меня закидывает сразу в катку, где 10 минут до конца. Карта большая, и это не может не радовать, потому что на этой карте по ощущениям есть возможность как раз-таки хорошей реализации. Раскрутка вулкана довольно-таки быстрая, ну и наша задача, кстати, не особо сближаться с противником, потому что если я буду сближаться с противниками, то... Опа, щек, сразу сплэшик смотрим, то я буду наносить урон по самому себе, да, поэтому накидываем, ну и смотрим, что у нас из этого всего будет получаться. Посмотрим заодно, сколько у нас рези... Ой-ой-ой, вот сейчас хороший сплэшик был, сейчас очень хороший был сплэшик, но самый вкусный сплэш пойдет на голдах. Поэтому ждем голды и будем на голдах уже делать врывалову. Так, пробуем забрать этого рикошета, аптечку мы ему сбиваем, пробуем сразу поднавалить добавочки, сливаем еще одного. Ну и гаусс меня здесь ваншотает. Ладно, хорошо, ничего страшного в этом нету, нам надо просто, чтобы начали падать золотые ящики. И целью этой катки у нас забрать первое место. Так, вот голд у нас начинает уже падать от вулкана, один резист, один резист от вулкана у нас, всего лишь один рез. Ну так мы можем, по идее, еще и под голды поиграть, если честно. Если тут какие-то конфетки вкусненькие начнут падать, то я, в принципе, под врывалову готов, если что, контактик делать. Так, что пробуем накидывать и смотреть, что у нас по урону. Пока что урончик, если честно, сплэшом особо сильно здесь не дает контакта. Ну и в целом, ну маленький сплэш, маленький сплэш. Очевидно, что маленький сплэш. Я бы не сказал, что здесь какие-то прям супер сплэшовые цифры. Надо прям ловить супер тайминг на сближении двух танков сразу. И вот если рассматривать именно спецрежим, то есть демку, да, то я могу сказать, что в демке это устройство будет менее эффективно, чем, например, в какой-нибудь осаде, да, где противник будет кучковаться. И где у вас будет возможность за каждый танк сплэшом, да, который вы зацепите, вы будете получать очки. А здесь вы, если танк, например, не добьете, то вы-то дополнительные очки здесь не получите, правильно? Соответственно, тут уже нету такого супер большого плюса. Хотя, по киллам вроде как выглядит неплохо, да, вроде как выглядит неплохо. Зайдем еще, посмотрим параметры после этой каточки. Я просто, если честно, немножко подзабыл, что дает у нас это устройство. Дает ли она дополнительный вообще урон, либо у нас только здесь есть возможность вот этого замечательного сплэша, и все. И больше здесь ни таких добавочек вкусненьких никаких нету. Так, начинает падать голд у нас на центре. Попробуем сейчас, если что, по урончику. О, во, 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 сейчас пошла движуха. Вот сейчас пошла движуха. Вот сейчас было очень неплохо, если честно. Вот сейчас по двум, там, трем танкам залетело прям очень хорошо, и даже с плэшом я кого-то подзабрал. То есть, все зависит... Ой-ой-ой, конфетка падает. Но это я не успеваю. Все зависит от того, как танки стоят, да. То есть, если танки стоят рядом, во, 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 сейчас было очень хорошо. То есть, на есть на определенных моментах есть прям супер вкусная реализация. Так, еще одна конфетка падает. Пробуем доехать до нее. Пробуем ее подзабрать Подзабрать, подзабрать вкусную конфеточку Нет, забирают ее у нас Коппер сверху запрыгивает Так, два танчика здесь на накидочку даем 22 килла 22 киллочка у нас В целом, наверное, неплохо Но попробуем забрать первое место Попробуем здесь забрать первое местечко Попробуем ворвать прям по полной программе Этому накидочку Оформляем Оформляем вкусную накидочку Так, обычный золотой хрящик Начинает у нас падать Так, ну а мы под сплэшик Вкусненький встаем И пытаемся накидывать Пытаемся накидочку оформить Хорошо, еще одного взбадриваем У меня резист от молота стоит Урона прям супер много, если честно По мне, даже по резисту Все равно очень много молот наносит урона Прям очень много То есть вот единственный минус Это то, что вы не можете в упор На этом вулкане подъезжать к противнику То есть вам надо хотя бы чуть-чуть расстояния Держать, чтобы не получать А так, если честно Сплэш на голдах Вот когда противник кучкуется В принципе, довольно-таки неплохой Я, если честно Такой вулканчик ждал Ждал, ждал Вулканчик, ждал Вулканчик Поэтому в целом Я более чем доволен Сейчас Да и по киллам Выглядит неплохо Но вот я думаю, что в осаде Все-таки его реализация будет поинтереснее Если ждете Если хотите увидеть Реализацию этого устройства в осаде То пишите по этому поводу в комментариях Собираем активность Ну и если в этом есть интерес То я в ближайшем будущем Постараюсь все это дело В рамках осадочки Реализовать От трупов, кстати, тоже Можно 100% наваливать урон Я в этом уверен Поэтому если тут Трупчики какие-то будут То от трупов Навалку мы тоже Давать здесь можем Но урон очень хороший Ну у вулкана в принципе Урон сейчас очень хороший 30 киллов у нас уже есть На второе место мы выходим Единственный, кто на первом месте И кто нас обгоняет Это Игрок с фаустом Так, пробуем заехать наверх Чтобы покидать здесь урончиком Отлично Респим одного Васпика Пробуем забирать сразу Второго Второго тоже забираем Пробуем забирать Третьего Это фаустик, да Мне тут накидочку дает При этом сам минус падает Ну голды как-то О, начинают падать Я только хотел сказать Что-то голдов Маловато Сразу у нас есть Золотой ящичек Да еще и не один А несколько голдов Хорошо Можно тогда играть Пробовать Под это все дело Пробовать под урончик Вкусненький выходить Так, две обычных Падает котлетки Так, ну и Ну как-то я очень много урона нанес И никого не слил Никого не слил Столько урона накидал И никого не забрал Поэтому вот Если вы так же само будете Наносить урон в осаде То за каждый танк По которому я сейчас кидал урон Я бы получил По пять очков минимум Да А здесь я Ничего абсолютно Не получил дополнительного Поэтому Здесь и есть Свой определенный минус В том случае Если вы Не делаете килл Да, то есть Если вы уничтожаете противника То в целом Все в порядке Да, вы свои дополнительные очки получаете А вот если вы не делаете килла Тогда уже Реализация у вас в этом моменте Как раз таки Отсутствует Поэтому Стараться Надо Под раздачку Давать Мега вкусненькую Так Хорошо Еще одного Здесь бойца сливаем На низ Здесь падаем Чтоб меня Если что Фауст не свел Но меня все равно Гром забирает Стараются Ребятчики Меня сливать Хотя вот в таких таймингах Когда прям голд Низко падает Есть возможность Прям очень хорошее Количество киллов Дополнительное Подзабрать Конечно Многое зависит от везения Повезет Не повезет Там еще в моменте Но в любом случае Выглядит неплохо 40 киллов При том что это начатая катка была Да то есть Если я здесь до каких 50 Дотянусь То это будет вообще Супер мега круто Но надо Чтоб еще пару голдов Упало Чтоб еще пару голдов Здесь было Тогда наверняка Мы уже сможем Поднавалить Здесь еще Киллов так 5-10 Да Дополнительных Это было бы Очень неплохо Также мне нравится Что вулкан Очень вкусно Добивает киллы Да Практически Всегда у вас есть возможность Забрать дополнительный фраг Когда вы наносите Урон по противнику За счет того Что вы наносите Каждую секунду Домашку Да Ну и плюс Вы еще и аптечку сбиваете Очень вкусненько Противничку Это тоже Момент Нужно не забывать Ну и В целом 45-ка На раскрутке Неплохо 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 Но знаете Вот по ощущениям Хочется осадочку Осадочку Вкусненькую Долбануть Потому что Чувствую что в осаде Это устройство Можно раскрыть Прям на максималку Так Ну и у нас Кстати 50 секунд Остается до конца Как минимум Еще один голдик Может быть О два танка Кстати Стоит друг на друге Отлично С плэшом Сразу эти два танчика Улетают на рез А вот сейчас Мне в два раза Больше бы времени Пришлось бы потратить Если бы я был бы На любом другом устройстве На лукане А так Я с плэшом Как раз таки смог Все это дело Быстро Здесь Забрать Сразу Хороший плюс Для себя Нашел Так Еще два танчика У нас Рядышком Было 20 секунд до конца Все голдала У нас уже не будет Но 50 килов Кстати я свои набил 50 очку я свою сделал То есть Если бы это была бы Нулевая катка То По ощущениям Ну сколько здесь Можно было бы дать Ну 60 60 70 может килов Я бы даже бы Здесь успел бы сделать Что было бы Просто великолепным Результатом А так 51 килл Я считаю что Все равно неплохой результат Ну и по итогу Мы еще и Зарабатываем 3000 кристаллов Да 51 на 14 Шикарная Каточка По итогу У нас получилась То есть этот Фауст играл С самого начала Сделал 69 Если бы мы катали С самого начала Да То есть у нас Три минутки было бы Дополнительных То я думаю Что где-нибудь 60 65 киллов Я бы тоже С этой каточки Сделал Прикольное устройство Зайдем давайте Сразу же На Википедию Нашей игры И Посмотрим еще раз На характеристики Этого устройства Быть может Есть что-то Здесь еще Дополнительное О чем Я не знаю Хотя я эти устройства Если честно Уже смотрел Разрывная лента Не имеет вообще Никакого нерфа Вообще не имеет Процент промежуточного Поражения Процент слабого поражения Радиус максимального Сплэша То есть все Сплэшом Да Все со сплэшом Все Подвязано Именно на эту тему В целом Очень круто Очень круто Да Только вот Надо попробовать Посмотреть Как будет работать Это дело В осадочке Поэтому пишите Что вы думаете По поводу этого устройства Обязательно поддержите данный видос Лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны У меня друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока